Сегодня мы поговорим немножко про 63-ю страницу трактата «Не дарим». Здесь, мне кажется, две интересные вещи, которые я хотел с вами обсудить. Во-первых, насчет еврейского календаря и двух одаров. Здесь обсуждается в том числе, когда человек сделает какой-то недер или коном, какой-то тип обета, что, допустим, до конца года или в течение года что-то не будет делать. Вопрос, что происходит, когда у нас год высокосный. Еврейский высокосный год имеется в виду, что два месяца Ада. В отличие от нееврейских годов, высокосный всего на один день больше. У нас на целый месяц высокосные годы больше, чем невысокосные. То есть фактически Тора же не говорит, сколько месяцев в году. Тора говорит, что первый месяц должен быть весной. А месяцы, они без сомнения лунные. Ходаш, от слова Ходаш, обновляется Луна. Так вот, единственный способ сделать, чтобы, с одной стороны, примерно всегда на весну падал праздник Песах, ну и остальные праздники тоже, они все связаны с урожаем в том числе. Например, конец сборки урожая, это Суккот, Хаг-Хаасиф. Чтобы это происходило, а с другой стороны каждый месяц был лунный, то это единственный способ сделать некоторые годы 12 месяцев, а некоторые 13. Всегда, чтобы, в зависимости от того, пришло ли время весны, будет либо Ниссан после 12 лунных месяцев от предыдущего Ниссана, либо после 12, либо после 13. Они обычно решали каждый раз, в зависимости от того, насколько холодно, и насколько время уже подходит к тому, чтобы добавлять еще один месяц, иначе будет слишком рано еще и по Ткуфе, так сказать, и по солнечному году, и по тому, насколько холодно, и насколько поздно урожай поспеет. Там было несколько факторов, которые они учитывали. Это все будет в Геморре Сан-Хедлен подробнее обсуждаться, концепции еврейского календаря. А сегодня у нас все зафиксировано. Просто каждые 19 лет 7 из них имеют 13 лунных месяцев, а остальные, каждые 19 лет, 7 имеют 13 месяцев, 12 остальных имеют 12 лунных месяцев. Вот так. Получается, в среднем еврейский солнечный год, так сказать, это ровно 12 из 7 девятнадцатых от лунного месяца. То есть они в днях исчисляются, а в лунных месяцах. А сами лунные месяцы, они, соответственно, иногда 30 дней, иногда 29. Это тоже зависит от периода Луны, от среднего периода Луны. Так вот, вопрос стоит в том, когда у нас лишний месяц, то есть два Адара. То какой из них, как бы, обычный, сопротив обычного, а какой из них дополнительный? И одно из следствий, которое здесь приводится, это диспут Раби Гуды Раби Мейра, как писать в деловых бумагах. Пишется ли первый Адар, как просто Адар, а второй Адар пишется Адар Шини. Или наоборот, что второй Адар, он просто Адар, а вот первый Адар, он Адар Ишон. И есть еще много разных следствий всего этого. Вот, например, если человек хочет что-то отметить, и произошло это в обычный Адар, какого-то года, когда был один Адар, а в год, когда два Адара, как отмечать? Есть даже мнение, что оба Адара, на самом деле, проектируются на обычный Адар. То есть, например, если Юрд Сайд, если у человека Уми родитель, в обычный год, когда всего один Адар, то тогда, в тот год, когда два Адара, то он отмечает Юрд Сайд и в первый Адар, и во второй Адар. Вот, или если, например, он постится там в какие-то, да, какие-то дни принял посты, скажем, на какой-то Адар, то получается, что есть даже место сказать, что оба Адара в каком-то смысле, они проектируются на обычный Адар обычного года. В общем, это очень запутанная концепция. Я уже говорил, что есть даже парадоксы, которые выходят из всего этого в Юридском календаре, потому что может получиться, что один ребенок родился позже, а другой раньше, а при этом бармитство у них в обратном порядке. То есть, например, если в год, когда два Адара, один ребенок родился 20-го числа первого Адара, а второй, скажем, 5-го числа второго Адара, хотя второй родился позже, но если в год, когда у них будет бармитство всего один Адар, то оба эти Адара проектируются на один и тот же, значит, у одного будет бармитство 20-го Адара, а у другого 5-го. Значит, тот, кто родился раньше, у него бармитство позже, только 20-го Адара, а тот, кто родился позже во второй Адар, Но в начале месяца у него пармиться будет, наоборот, раньше. Еще есть много интересных вещей в отношении Бельского календаря. Я сейчас даваться во все это не буду. Теперь вторая интересная вещь. Это Мишна на второй стороне страницы, которая обсуждает мнение Раби Гуды и его сына. В отношении того, что мы, как говорится, делаем омеддат. Оцениваем, что человек имел в виду. К примеру, если человек, скажем, взял на себя недор, что он не будет пить вино до Песаха. Мы оцениваем, что, наверное, он не имел в виду, включая Песах, потому что пасхальный седер требует вина. Значит, Мишна на самом деле имел в виду до начала Песаха, до вечера в Песах, когда нужно будет пить вино. И более того, даже перед Йом-Кипуром, если он сказал, что не будет есть мясо до Йом-Кипура, имеется в виду до трапезы перед Йом-Кипуром, которая обычно мясная была. Последняя трапеза перед постом. То есть вечер в Йом-Кипур он себе не запрещал. Вечер перед Йом-Кипуром, до начала поста. И более того, сын Раби Гуды считает даже, что если человек, скажем, сказал, что не будет есть чеснок, помните, мы говорили, что было принято тогда по токанат Эзра, есть чеснок в ночь на субботу. Если он сказал, что до субботы не будет есть чеснок, то тоже имеется в виду не включительно на ночь субботы. Хотя это только Равинская токана есть чеснок в ночь субботы. И все равно Мистама мы оцениваем, что он не имел в виду включить саму ночь субботы или сам день субботы. Наверное, он имел в виду до начала субботы, когда будет в трапезе есть чеснок. Так вот, очень интересно, что здесь вроде сама Мишна не приводит никого, кто спорит ни с Раби Гудой, ни с его сыном. И тем не менее, Рамбан написал, и так, похоже, становится Шухонаров, потому что он вообще не привел все это, что халаха не как эти мудрецы, не как отец, не как сын, не как Аба, не как Бара. Потому что мудрецы с этим спорят. Это очень интересный прецедент, что бывает, что открыто не сказан спор, но он делает некоторое решение Диук, что на самом деле мудрецы с этим спорят. Бывает, сама Гемора так делает, что в Мишне ничего не сказано, но Гемора говорит, что это мнение только дат Яхид, и что халаха не следует ему. Но в данном случае Ришон позволил себе отвергнуть какое-то утверждение Мишне от халахи и сказал, что халаха не как это мнение, что мудрецы с этим спорят. Другие комментаторы не согласны с этим. В том числе Рош, например, и Тур приводит, что на самом деле халаха-таки, как это Мишна. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. И вот мы заканчиваем здесь очередной перик. Следующий перик, девятый, начинается как раз в начале следующей страницы и будет обсуждать то, что называется нолад, когда пытаются нолировать клятву, что не работает или не работает нолад. И еще много важных концепций. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.